доброе утро воскресенье все погнал михаил владимирович на загрузку поехал грузить зал бы по прямой поехал но мы пошли обратно гостиницу чудом двухконечный номер оплачен до обеда поэтому пошли валяться в кровати вот работа да бывает и такое это сызрань погнал грузить машинку пошли чай попьем будем ждать вестей надеюсь по-быстрому загрузится до обеда управится он мишаня летит заворачивает время час два часа надо освободить номер сейчас успеет еще после загрузки в душ сходить и все поедем уже гружены документы забрал все забрал сейчас потом посмотрим чем-то нагрузил продаж фарами поморгай вы ооооо другое дело видите как вчера по дождику вымазалась давай в темпе до двух часов время у нас есть еще сейчас помоешься ну так пошли потом уже потом все остальное да 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 давай пошли купаться до 2 тогда освободить сказала номер все пойдем глянем сейчас михал владимир литовцам нагрузил чтобы знать как вести сильно залаживать на поворотах не сильно болтать это кожу ну да 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 ну да и там наверно или вентиляторными когда еще это мельница до такого чисто в литву я думаю что на потом поедет в другое место из литвы огонь что только ты говоришь тон тон 9 и туда нормально ремни нормальные новоспасской приедем просто не впихали сначала пихнули этот двигатель туда вперед а потом не знали как вот эти две конструкции с ящиками поставить потому что они рядом не получается я не плюс еще полу такие овальные полу овальные все такое они и так и сяк и никак поэтому тяжелое пришлось назад поставить так и вот эти вот эти вот эти трюки они вот шуток 800 килограмм ну одна и вторая то на 600 те еще легче нормально сейчас же не зима и какой тут вес ну 4 тонны сзади лежит этот станок да и хрен у него веса то как такового нет почти 4 да это по ровной дороге доехать новоспасском заскочим посмотрим как она тут сейчас немножко покачается по моему ремонт и еще будет пару штук как раз на ямках покачается да что где порежет про 3 прорежет ладно все туда будем выдвигаться все короче погнали мы свидание отель гараж ничего так номер да вообще так отдохнули сегодня балде шикарно все чистое пожалуйста видео вообще все классно телевизор кондиционер ну не надо помнить все равно все есть такое уютно и по деньгам совсем совсем недорого и положить на следующем повороте поверните направо так ну что сейчас на только развернуться где-то едем новоспаска я не знаем на 100 заказано на вторник или воскресенье нам до ногинска 900 километров до всего поэтому может быть может быть поговорим сегодня с начальством и они перенесут на завтра четыре десятых километра на обед после обеда потому что по идее завтра после обеда мы в легкую уже может быть москве ехать так посмотрим все ли в течение дня порешаем пока погнали дальше на запад поедем атовой жидкостью зальемся ну еще 5 10 заправляться где-то надо за руль сел в холодильнике все утро работал я филот на кровати лежал цели за смысл надо да ты же спрашивал белорусы приезжают белорусы курят курят в сторонке кто-то им машины загоняет туда когда какого-то водителя просишь интернал да ну да получается так в лазере тоже такая же фигня не кто-то тебя загоняет а там специальный загонщик но так было раньше специальный загонщик загоняет местный с этого завода а там у нас город сызрань до свидания город сызрань до свидания точит сидит не буду показа так вкусно ест вчерашние беляши там Андреевич Андрей подписчик вчера угостил беляшами это я позавтракал а он-то работал все утро пускай отдыхает ему еще трудиться месяц ко мне тут пару дней осталось и я дома с изрань сызрань и крайна тоже стоянок справа слева дохожила и заезжай здесь на кровати обычно стоят ну ничего так я тебе тут нам ездил там гаража намного лучше не прошла гаража недавно что я слышал я когда-то вот куда-то вот сюда вот с этой стороны залетел а дочь прошу я короче как заехал что ни справа ни слева вылезти не могут ну уже надо было спать ну просто уже сил больше дальше ехать не было ну куда внутрь вот заехал там такое болото еще и 150 рублей сыграл ну как я тебе дам когда я тебе не могу вылезти деньги дать пошел сапогет подошел ко мне и хлеб мне сапог нет ну говорит извините ночь уже было часа три ночи стены и стоять было негде погнали мы дальше за ел уже на казахских номерах первого трилов на казахских я тоже не не встречал шалом да что значит ППС? Это ППС Да ладно Нужно ключевая служба, чтобы не видишь Так я еще посмотрел Это мы что-то должны Да что мимо, поехали, всем не давай Ха-ха-ха Слёхом брал Вот так что у вас Паская Вы перешаете допустимую скорость Сейчас здесь до полного бачок дольем В общем-то смысла больше пока наливать-то не надо Перед Минской и перед Белоруссией там все равно еще Это заправка есть на Ицкаевской Тишей Алексей Николаевич, тишей Пасить штрафа валить Ха-ха-ха Заглянем в прицеп заодно Еще раз В общем-то тут что ему стало Тут по ровному проехать Даже нет смысла туда лезть Ничего нигде не качало Так ничего нигде не трясло Поэтому я думаю У лев красивый У лев Заезд в магистраль Стекло помыть надо Как жучков Зверушек Завод этот старатель Алексей Нуковский Да, слушаю Лёх, привет Увидел тебя Я вот как-то с тобой мы ехали с Чингента До Алматы, помнишь? А-да, помню, помню Веселый рейс был Да-да, Лёх, пошел я снова в ту сторону Удачи тебе Давай, счастливо, я с Дальнего Востока иду Давай, я смотрел на своё видео Давай, удачные дорожки Всё хорошее Готовьтесь через триста десять метров Плавно повернуть направо Блин, за Бог, вот он на фирму, вот он Парнишка, да, мы с ним Да с Чингентом через сугробы прорвались А так как раз всё замело Первый рейс на Рэфе могу Ещё на зелёном Вот сколько тут газового отгрохали Видишь, центра тех как расстраиваются, да? Ну да Чё, завод рядом даже доставлять не надо никуда В бочках перевозить Заливай А там две колонки А там две колонки Водители центра тех отзывы Желать вам удачи на дороге Предлагайте А там две колонки Там две колонки сейчас уже поставили Раньше одна была, сейчас две Все заняты, подождём Поверните, поверните налево Машет за бунтусин уже Бу-бу-бу-бу-бу-бу Гонки две Сейчас двенадцать канистры выставлять не надо Хе-хе-хе Тогда ночью хорошо никто не видел Только девчонка в шоке была Заправчивается есть их мастерю нет пензенская губерния по этой по ульяновской области так вообще вся дорога погонь раньше такая была подгулявшая сейчас вот все новый асфальт четко классно пролетели и тут вроде бы дальше тоже все на всяком случае до пензы все красиво дальше посмотрим о рязанщине там по моему ремонты были тоже давно было беремся до рязанщины узнаем у кого область заехали зал дпс маска в черных не как жулики черные маски светло еще куда не шло в черный так точно идти вот дюганы какие-то сейчас решается вопрос может быть наш тело на завтра перенесут понедельник сделаем до вторника нам тут ехать осталось 780 километров до ногинска может получится завтра перенести на завтра чтобы понедельник сделали чтобы лишние сутки не терять так что может миша успел до выходных выкинуться в велюсе там же тоже с учетом еще шкалейки каменный лог и предсказуем среда-четверг может еще не очень с коллегами уже к выходным но все равно потолкаться там придется посмотрим сейчас порешают про цене воскресенье будет возможно еще решить не будет было бы неплохо так чё нам сейчас два дня ехать до ногинска дел заказывали с запасом думаю кто же не знал что здесь так все быстро красиво получится на загрузке поэтому пробуем переписаться как получится не получится время покажет а пока летим летим до пензы пару часиков езды осталось сколько нам до пензы 140 три километра два часа и мы в пензе гаммаз на лариках собрал за собой смотрите сколько хоть бы подвинулся на обочину съехал пропустил бы людей до москвы коллегами до москвы до пензы то того народа собрал за собой парень что делает народ плюет заедет нас тоже там засада на этого мне за байкалья движняк какой это вам братцы не забайкали с дальним востоком ты валишь валишь свое удовольствие лысочка побежала с 500 новенькие две пошли без номеров даже беленькие и чё куда нам торопиться доедем погнать надо это перед ним тоже кто-то там нас унесла вас сплошной поток навстречу страшно морду высохнуть просто поправь этого зверя зверя вот это латоновского и чё будет и на нашей улице праздник дождемся вот кто не дает ехать что-то в того совсем не хочет чуть сунется не хочет оказаться в том же положении ты улетел но не лег скорее всего что преснул коллега на дафе хороший цыгач его выдерут уже трос одну казах алмата да преснул обочину видно зацепил они оттормозил вот что-то резко что-то тут черные видно тормозил что-то резко что-то тут может выскочил перед ним или что в тормоза била резко и ушел в кувет тут его что если он там еще с двадцаткой гружен и тут надо хороший цыгач чтобы выиграть что-то автовоз разогнался не успеваем ну а в того вспомнил что можно указываться и педаль газа существует ехал 60 55 сейчас вот разогнался уже занят был в телефоне красавчик просто красавчик а а сказали спасибо летим долей у нас кофе пауза на раз нефть заправились кофе попить блин опять стекло помыть и часто затпыл уже все опять жучка в паучках бесполезная затея бесполезная ну да решили капучинкой побаловаться ну что мыли то зря да кошмар ух ты ой будьте здоровы алексей николаевич спасибо алексей николаевич только тут до пензы уже шпен за тут совсем километров 30 осталось будем пензу проходить погодка шепчет все огонь река сура пенза пенза ничего не шелохнется ветра нет погодка летняя 24 самое лето здесь тоже трамплин если посильнее поехал тихие голуби разлетайтесь добежали до пензы до свидания пока пензу не пройдем процент можно не включать петушок петушок здесь мы менялись разочек да 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 было дело смотри забита вся стоянка машинами мест свободных практически нет воскресенье воскресенье народ погрузки ждет все стоят справа вся стоянка забита выдыхают в прицепе грязань 445 верст пенза красиво город центре не был на вокзале был центре не был тоже старинный по моему или нет и что-то все должен знать как местный по моему зоопарк у них есть у нас из Саратова сюда ездит на экскурсию в зоопарк в Саратове же нет сколько кентра 200 до Саратова да 230 по моему что такое три часа полета грубо говоря мягко выражаясь ну сейчас пензу пройдем там будет указатель на Саратов ну да я в курсе на Саратов там на Тамбов нужно уходить да 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 частенько той дорогой ездили туда не поедем нам прямо по пятерочке вон она пенза там выглядывают домики вдалеке тут поворот проехали тут рядом недалеко завод есть где-то вот в этом районе где мы едем сейчас не помню как называется тоже какой-то бензотяж марш-маш там что-то такое отсюда частенько грузился к вам в Белоруссию эту на атомную станцию на странице возил на странице на всякое оборудование возил а где ты этими газетами грузился тоже здесь же ну где вот тут ну прям в центре там я там подзнаки заезжал подзнаки заезжал да подзнаки заезжал сфография подзнаки понятно тут сейчас по-моему это озеро будет слева справа слева 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 но здесь внизу на пешеходном переходе в ю тубе видео было две фуры шли и он на том пешеходном переходе на дальнем бабушка специально под фуру прыгнула он успел среагировать но он ее прицепом зацепил то есть хотела типа с собой покончить что-ли вот здесь не знаю что она там с собой хотела покончить тебе что может подставу какую-то устраивала бабушка бабушка там хотя ручей безымянный такое вот озерцо тоже хорошее местечко симпатичное тоже что-то вот никак объясню построили вокруг пензы бы еще грузовики бы не заходили бы по правой стороне бы обвели если вот отсюда ехать по правой тут еще пост был раньше но он и есть сейчас я сейчас прямо в городе сейчас с горы с этой спустимся и там будет транспортники там тоже бывали вот здесь вот всегда вот эти сколько тут два или три светофора вот они всегда здесь в час пик тут веселые пробки аллейка собирается само собой вот и вот и по моему еще один их три здесь раз-два и вот третий все время здесь пробки собираем сейчас нормально время в принципе уже шестой час воскресенье должен народ возвращаться но как-то вот этот фу сторону пензы вообще пробок никаких затруднений не было так-то лихо пролетели по-моему пост на подъеме там по-моему да вниз спустимся чуть вверх пойдем помню помню доводилось разговоры разговаривать у меня такое ощущение как будто у тебя не уже в россии не осталось постов где-то не выходит из них не разговаривал есть но мало это раньше сейчас в принципе наверное мы с нашими тоннами сейчас вот так сделаем я думаю это будет правильно веса у нас немного а зелененький красавчик польсваген конечно мы не сделаем а вот закрыли закрыты все а тут же ремонт дороги вот они отбойники смотрят тут поставили это дело закрыли все минус один макша не закрыли кормушку да ты о чем ты говоришь есть казахстан узбекистан здесь ездить пол белоруссии по этой дороге ты что пол европы макша не закроет они по выходным там тоже стоят не знаю сейчас проверить я график работаю их не не спрашивал круглосуточно это факт но это в будни не точно знаю потому что там зубовой поляне там не круглосуточно там ночью нет смотри они здесь доделали ремонт дороги да здесь все время фуры надо стояли ходили в магазин вот в пятерочку я сам я сам ходил до отбойник сделали все что здесь не стояли правильно с другой стороны заезжай на лукойл он встань да иди в пятерку да ну так а то есть оттуда идешь ну а если отсюда то отсюда ну чё прогулялся зато размяться вот и все пенза закончился да новый райончик делают строят за чертой знак перенесу чем-то похоже на уфе в тюмени да что то есть такое пи-ка-дам шанты жалеться отреставрировали Дорожка новенькая Даже этот Звукопогущающий Отбойники стянуть Забор построили Тротуар сделали Тротуар Сейчас мы посмотрим Как там наши друзья Работает, не работает По воскресеньям Без 26 Что там слышно На посту Капитальный ремонт дороги 9,79 Что-то пространство молчит Удивительно Здесь Макшан проехали Ничего не услышали Весовое 400 метров Это мельница какая-то Наверное колода Старенькая Старенькая Вот справа Заревенная Колокольня Не понятно, что это Получи избушка на курих ножках Служба идет Полным ходом Солдат спит Служба идет Пока тут не спят Кто на приеме С правой стороны Алмата Алмата уже уезжает С левой стороны Узбек Стоит Смотрит Наблюдает Тоже Узбек И здесь Узбек Ничего нового Ничего не меняется Этих коллег Они здесь не пропускают Форт не смотрится спереду Вообще Ужасно страшно Но это так еще более-менее А вот первый Который вообще Днешний вид Совсем не экскурс В ремонт упираемся В реверс Я-я Хорошая коллега Лавненькая Мордовию зарулили Соломет Что хотите По Пензенска Ехали Нигде не продавали В Мордовию Заехали Вот пожалуйста И шахматы И нарды Да Я в курсе И шахматы И нарды Туда Продаются Сана Копченая Соленая Что-то не видать Сан Разобрали Наверное Что ты Поглядываешь Ты хочешь переехать Дорогу На этом Своем Муцицикле Кайфует Едет Гаргал Сразу Один Поселок Заканчивается Следующий Начинается Какие пленочки Плотники Лайки Все Закрыты Полночь Ну Что же Все Не хотят Уже Торговать Надо же Отдохнуть В воскресенье Сейчас посмотрим Как наши друзья Перед зубой Поляной Трудятся По воскресеньям По-моему Нет Все более Время Уже Позднее Мордоид Килотров 40 Женая Немного Время Время Кусочек Аппендикс Такой Я помню Ехали по Узбекистану Туда В сторону Наваи И получается Кусочек Казахстана Как-то Захватываешь Паспортный Контроль Проходили Но это Давно Сейчас Может уже Нет Там Такого Точно Так же Как и С Одессы Когда Едешь Туда В сторону Измаила Тоже Кусочек Молдавии Получается Заезжаешь Тоже Паспортный Приходилось Проходить Я Как раз Грузился Вот В этом Мурзакенте Там Как раз Где Вот этот Аппендикс Который В Узбекистан Туда Прямо Заходит Прямо Вот Возле Границ Грузился Давно Лобком Туда Прямо Едешь И вот Граница Буквально 200 Метров От Тебя Интересно Так Мурзакент Это Казахстан Тогда Мы В Еламе Заехали И Пошли Туда В сторону Самарканда Бухары Наваи Такой Город В Узбекистане Все Получается Стоп Казахстан Паспортный Прошел Сколько Я не помню Сколько Тебе Километров Совсем Чуть Чуть Км 10 Каким Опять В Узбекистан Заезжает Сейчас Уже Может Как Это Объезд Делали Тысячу Лет Там Ел Как Как Уже Допустим Скорость Отсюда Пущён Сейчас Посмотрим Как Тут В Аким Сергеевке дела Часовинка тут такая заброшенная Видно, что не пользуется ей Рамеры, все дела, на скорости, и не только Коровенка, уже трубанулся Вечерний выпуск Ну и что тут у нас? Никого Тишина, выходной день Нет никто Ну что, Михаил Владимирович, давай команду Да я не знаю Да и тут все значит и местный Где мы сегодня будем на ужин мясо кушать? Где нам останавливаться? Мордональдс Мордональдс Мордовинс 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 Солнце слепит нифига не вижу Да Сейчас Умёт, умёт Время ужина Ну так шо, куда? Ты же где-то тут постоянно говоришь Я так не знаю Тут как-то Тут там, тут там Я не помню Готовый шашлык Чего мы проехали мимо? Не знаю Потому что готовый Наверное Тут здесь вот Там сейчас Все время Стояли С аптекой где? С аптекой скриншовать Да, да, да Сюда? Мария А где здесь? Нет Мария, дыма нету Вот следующий Вот сюда? Да Что-то там Что-то дымка не видно А нет Есть Малиновый звон Ну пошли в малиновый звон Не прощал внимание у них тут вон Отстроили Это новое Вот этого не было Не было раньше Здесь запрошенные дома стояли Напротив этого Малинового зона Периодически даже ночевали Приедем пообедаем И это сам Поужинаем Новое Отстроили школу Или что Не было Ну в смысле Она была Была территория Но это вот Все новое Тысячу лет Уже здесь не было Ну что Пошли Кишкаблустом Заниматься Контроль Вот это надо Подтянуть Опа Ну так вроде стоит Все Так вроде стоит Все Здесь резинки Резинка Вылетела Резинка Вылетела Примень Да-да Угол Острашу Примень Не перетерло Надо сейчас Отпустить Я подложу Сейчас Залезу Давай Вот он Съехал К моторчику Ну немножко Потрет Ничего страшного Шкафе Потерло Это потрет Так не засунется А? Так резинка Не засунется Сейчас попробую А? Сейчас попробую Нет? Я же хочу Два слоя Нет, чуть-чуть Пускай Чуть-чуть Сеть намного не надо Все, я уже засунем Подожди Тупо Поправлю Убрать Тут можно Трекционируем Опа Все Пока шашлык Пока шашлык готовится А эти все Огонь Этот насос Никуда не денется Там все Остальные Нормальные Да? Да 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 Все Средний огонь Хорош Не жми Сам сказал Жугнешь Гнуться Нормально Дорога ровная Куда они не денутся До Литвы ехать-то Шашлычки наши Жарятся Приятного аппетита Михаил Владимирович Я вас благодарю Ну вот как-то так Ну Резюме Выложим Потом Пока Стол Устраивает Все Надо кушать Зато Сейчас слюной задавлюсь Ну и Я как Винни-Пух Даже не доел Так наелся Что Даже Кусочек Шашлыка Не съел Я люблю Поевший Потом За рулем Не сидеть О В гостях У тещи Видишь Напротив Не Хорошо Покушали Вкусно Сытно На двоих Получается 800 рублей 400 рублей На человек Шашлык Салат Компот Супер Отлично Уже как-то И далеко Ехать не хочется Уже Можно было Блин Аспалку Пора Темнеет Короче Поедем Немного Проедем И где-то Будем Становиться Да я чувствую Максимум Это будет В Гошас Тут еще Километров 60 Ну и Хорош На сегодня На завтра Останется Тут 300 С чем-то Километров Под 400 Сейчас Не заведет Смотрите Оп Алексей Николаевич Передача Не выключил А помнишь Как ты Когда я С Португалии Приехал Что Спрашивал Вообще Как у меня Передачи Включаются Забыл Ну а что Поехали Подкалывает Щутник И название Читать В гостях У тещи В каждой деревне В каждом доме Практически Макс У сестер Садко Хашлык Шаурма Вот даже Маккет Есть Малинка А наша Как называлась Малиновый звон Малиновый звон Виктория Пальмира Мне кажется Поменьше Стало Нет Да нет Все то же самое Но и в Ковчег А мы с женой Всегда Вот здесь В этом Стопе Здесь останавливаемся Кафе Стоп Да Люба Вася Петя 400 рублей 5 евро Получается Анастасия Финиш Ешь У нас Береги жену Валентины О как Русь Кто как Пожа То так и Заманивает Кафе Кушавель Закрыто Ням-ням Вот так Что Как-то На выезде Больше Кучкуются Едок Здесь Всегда Больше Жемчужина Еду Едок Красавцы Спутник Тут еще И стоянка Есть Ночевал Тут пару раз Поедем Еще Проедемся Закончился Умет Продолжение следует... Продолжение следует...